Музыка Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли дирижер, мультиинструменталист, обладатель национальной премии «Золотая маска», дважды номинант на премию «Грэмми», обладатель премии «Эхо-классик» Максим Емельянычев. Здравствуйте. Очень рад быть здесь у вас. И все это в 20 с лишним лет. Всего-навсего. Ну, когда-то мне было 20, сейчас уже немножко больше. Но мы сейчас будем говорить о серьезных величинах в мире классической музыки. Это Мендельсон Бартольди. И это связано с совершенно потрясающим, как все говорят, и ожидается концерт в Заряде. И это оратория «Илья». И понятно, что Мендельсон уже в 24 года возглавил всю музыкальную жизнь Дюссельдорфа. Так что нам есть к чему стремиться. Конечно. Безусловно. Вы, помимо прочего, руководите еще и шотландским камерным оркестром. Поэтому я помню, что у вас было непосредственное соприкосновение, в частности, вот то, что я знаю с Мендельсоном, это шотландская симфония. Но здесь совершенно другая история. И если говорить о масштабе этого произведения, то, наверное, нужно упомянуть тот факт, что англичане, которые считают Гендель своим национальным композитором... Они и Мендельсона стали считать первым после Генделя. Но, насколько я знаю, может быть, это легенда, что после премьеры оратории «Ильи» в Бирмингеме они стали называть его композитором выше Генделя. По крайней мере, вот так. Потому что вкусы были другие, но англичане, они вообще любят приезжих композиторов. И, конечно же, мы можем упомянуть и Йозефа Гайдена, который к ним приезжал и который под конец жизни нависал свои знаменитые 12 лондонских симфоний. Но не стоит забывать то, что Мендельсон, он, конечно же, очень активно приглашался в Англию, но он работал и везде по Европе, и был пропагандистом очень многих сочинений, не только своих. Ну, Бах, конечно. Конечно же, то, что он возродил традицию исполнения пассионов Баха и мессы, семинор, пусть это была его инструментовка, но это колоссальная вещь, которую он сделал для всей европейской культуры, возвращение к ораториальному жанру. Бах, Гендель, Мендельсон. И сейчас мы как раз находимся в середине репетиционного процесса, и, конечно же, это очень вдохновляюще. Такие масштабные идеи. Два часа музыки очень концентрированные с философскими текстами. И, конечно же, потрясающие ансамбли, которые помогают все это собрать вместе. По сути, там такая драматургия, что это можно на полном основании назвать оперы в концертном исполнении. Или там что-то не хватает, страстей там хватает. Вот чего не хватает для того, чтобы это была опера? Развитие сюжета, оно более философское. В опере все-таки есть драма, есть такие вещи, как экспозиция, развитие, кульминация и потом какой-то эпилог. Здесь немножко развитие, оно такое более эпическое, более заставляющее тебя подумать и вздумать на вещи сверху немножко. Ну, тексты Старого Завета, которые они интерпретируют как подвод к христианству, но они открывают для нас с помощью этой потрясающей музыки многогранное прочтение. То есть ты можешь посмотреть на них совершенно с разной стороны. И в этом, мне кажется, гениальность такого жанра. Ну, как говорится, если не найти артиста на роль Гамлета, то и спектакль ставить бессмысленно. Безусловно, это подходит и к нашему случаю сегодня. Кто за главной роли? Владислав Сулимский. Это потрясающий бас-баритон. И очень мы ждем этого сгустка энергии в центре зала, потому что, конечно же, можно назвать всех участников этого. Это и потрясающий оркестр, музыка Вива. Это и восхитительный хор под управлением Екатерины Антоненко, Интрада. Вы не раз работали и с теми, и с другими. И надо сказать, что у нас будет исполнение исторически ориентированное. То есть мы в оркестре будем использовать натуральные трубы, Валторны, Литавры. То есть мы будем стараться по максимуму делать историко-перформанс-практис. Вас очень хорошо знают и любят многие за то, что вы часто дирижируете и одновременно играете на многих инструментах. Здесь этого не будет. Здесь масштаб и материалы этого произведения не позволят это делать. И задача такой не стоит. Ну, конечно, надо понимать, что если ты играешь барочную музыку, то логично это делать из-за клавесина. Если ты играешь какой-нибудь классический концерт Моцарта, Бетховена, то здорово совмещать, как это делали авторы. Но надо помнить, что Мендельсон был одним из новаторов дирижерской техники. И поэтому то, что он внес в историю исполнительства и как скрипач, и как дирижер, и как руководитель оркестров, с которыми он играл, это великая вещь. И поэтому можно играть без дирижера, а можно без дирижера. У вас есть любимый инструмент из тех многих, что вы используете на сцене? Скажем, цинк. Я думаю, что не все... Корнет. Да, цинк – это немецкое название, корнет итальянское. Да, не все знают даже, что это такое. Ну, это старинный инструмент. Он был очень популярен и даже соревновался со скрипкой во времена Монтеверди и Шуц в Германии. Но потом постепенно скрипка, конечно же, его вытеснила. Мне кажется, если человек исполняет ренессанс или ранее барокко, он должен быть мультиинструменталистом. Точно так же, как дирижер должен знать не только технику игры на инструменте, но практическое применение, чтобы понимать, как это изнутри. Тогда отношения с музыкантами будут на ином уровне. Леопольду Моцарту приписывают фразу, мне кажется, она совершенно справедливая, что у него была одна проблема, самое главное, с маленьким сыном. Это не заставить его заниматься, а тащить его от инструмента. Вот вам это знакомо, когда вы занимались в Нижнем Новгороде, когда начинали? Ну, я был... Я воспитывался в семье музыкантов и полностью был в музыке. Поэтому я не мог тогда разделить для себя, что есть занятие, а что есть удовольствие. Ну, и сейчас тоже не могу сказать. Это все в одном. И хобби, и профессия, и работа. Даже как-то язык не поворачивается, назвать слово. Потому что мы делаем искусство, мы даем, мы дарим его публике, а публика дарит нам ответ. И жанр концерта, он колоссален по энергетике. Это общение между друг другом. А когда вы сталкиваетесь с музыкантами, ну, назовем это такое, знаете, слово такое, вот, знаете, такие закостенелые оркестранты такие, вот они уже там 35 лет сидят со своим любимым или нелюбимым дирижером, деваться некуда, и вдруг появляется вот такой, значит, вот солнечный, брыжущий энергии человек. Встречались ли вы с абструкцией, скажем так? Ну, главная задача дирижера, это не... То есть, конечно же, это помочь музыкантам играть вместе одну идею. Но ведь, мне кажется, самое главное, это вдохновить всех играть вместе. Ради этой идеи. Ради этой идеи. То есть, искусство — это степень. Это не то, когда... То есть, это, конечно же, и то, когда ты играешь все вместе качественно, чисто. Но в музыке, как и в любом другом искусстве, нам нужна какая-то идея, к которой мы стремимся. И главная задача — заинтересовать и вдохновить музыкантов на это. Тогда они пойдут за тобой. Опера «Априори». Вам очень хорошо знакомо это название. Фестиваль проходит уже не в первый раз. И я очень хорошо помню Юлечку Лежневу, которая, по-моему, в 13-м или в 14-м году была в нашей студии. Мы как раз говорили о первом таком фестивале. Насколько я знаю, вы сотрудничаете с множеством потрясающих совершенно людей, владеющих искусством. И бельканто, и барочным пением. Насколько сейчас времена, связанные с эпидемией, с пандемией, поменяли ваши планы, что точно, может быть, будет продолжено в ближайшее время. И вполне возможно, что в Москве или в других городах России мы услышим. Связанное с барочной музыкой, с Юлей Лежневой. И с другими потрясающими солистами. Что касается оперы априори, я очень рад, что мы в Москве на предыдущих фестивалях показывали большие сольные программы. Можно отметить две программы контр-ценаров. Вы сказали о эпохе барокко. То есть это были концерты с Максом Эммануэлем Ченчичем, это были концерты с Франко Фаджиоли. У нас есть диски, есть тем и с другим. Ну, Фаджиоли, Альто Серсе, это его отрас с семи потрясающими. Там только контр-ценарабули, да? Да. Вот раз винчи. И, конечно же, сейчас, в время, в которое мы живем, оно немножко диктует свои условия. То есть сохраняются дальние планирования. Естественно, мы планируем сделать очень много разных проектов. Но искусство короткого планирования на короткий период, оно просто возросло. И то, что мы сейчас живем в это непростое время, когда ситуация нам диктует, как планировать концерты. Конечно, сохраняются планы на будущие сезоны. Но, во-первых, мы в России не в самой плохой ситуации. Мы играем концерты. Пусть это 50% зала, но мы играем концерты. На новый уровень вышло искусство записи. И, конечно же, то, что есть трансляции из залов, и то, что телеканалы поддерживают это, это колоссально. Потому что больше людей стало смотреть концерты именно по телевидению. И в то же время, в эпоху пандемии, как можно сказать, я не знаю, появилось немножко больше времени на какие-то другие вещи, посмотреть все по другим углам. Уделить больше внимания личному. Больше позаниматься. Какую-то такую книжку прочитать. Какие-то еще трактаты открыть, письма. Побыть с семьей. Это все влияет на то, что ты делаешь на сцене. Вы в России были, да? Вот весь прошлый год, который фактически такой ледяной был с точки зрения... Нет, ну, в основном, да. Но что-то все равно происходило. Происходило. Больше были концерты для записи. А когда поступило предложение из Заттбурга с тем, чтобы вы выступили там с очень хорошо известной вам, вы много раз выходили вместе с ней на сцену, получали огромное удовольствие вместе со зрителями, с оркестрантами. Джойс Ди Доната. Вместе с Джойс мы играли очень много проектов. И один из последних наших проектов был «In War and Peace» — «Войне и мире» сквозь гармонию. Мы его, в том числе, в Москве, в зале «Заряде», в котором мы будем 30-го числа играть ораторию или исполняли эту программу. И просто много проектов запланировано с ней вперед. И фестиваль в Заттбурге, конечно же, очень почитаемый фестиваль. Мы будем счастливы там выступить с нашей новой программой. Как и мы будем с ней камерную вещь играть, мы будем с ней играть вокальный цикл Шуберта. «Зимний путь»? «Зимний путь» мы будем играть в венском «Мюзикферайне» буквально в этом июне. Потрясающе. Возвращаясь в «Заряде», 30 мая, сколько солистов, потому что Илью все время окружают и враги, и друзья. Он все время с кем-то борется. Он все время, так сказать, пытается доказать ту истину, которая жжет его сердце. Ну, солистов, как по процедуре, пять. Но, как вы правильно заметили, они каждый выступают в двойной роли. То в роли царицы, антагонистки, то в роли друга и человека, поддерживающего главного героя. Либо они выступают в роли ангелов, которые проводят его сверху. И это все очень интересно организовано. И мы ждем вас 30-го, чтобы это все услышать. Но солисты будут не только титульные, они будут еще и солисты из хора. И то, что у нас участвует замечательный ансамбль хор «Интрада», это потрясающе. Потому что мы можем придумывать на репетиции разные версии, разные темпры, как нам хотелось бы это исполнить. Насколько я помню, премьера была на английском языке, потом она исполнялась на немецком. Это связано с тем, что у Мендельсона было, может быть, две редакции. Он дорабатывал эту ораторию. Конечно, Мендельсон дорабатывал все свои вещи. И то, что мы играем, это последняя его версия на немецком языке. Некоторые версии своих сочинений просто он переделывал до неузнаваемости. Если ты играешь... Вы упоминали «Шотландскую симфонию». Если брать процитуру критического издания, то там не четыре части, а там семь частей. Потому что просто он переписывал все. Но я уверен, что мы перепишем свое предощущение от этой оратории, после того, как услышим ее в заряде, 30-го числа, под вашим руководством. Так что спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли, Максим. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Дирижер и мультиинструменталист Максим Емельяновичев сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok